Женщин, которые решают сохранить свою беременность, с каждым годом становится все больше. Только по данным Тверского пятого родильного дома в генекологическом отделении ежегодно проходило по 130-140 человек. В этом году в два раза меньше, рассказывает заведующее отделение. Вместе с тем Ирина Юдина отмечает, что с 12 по 22 неделю прерывание беременности происходит исключительно по медицинским показаниям. Это только по медицинским показаниям. Конечно, создается комиссия врачебная и по заключению этой комиссии дается специальное заключение. И эти женщины направляются в медицинское учреждение для прерывания беременности. Сегодня в России действует единый порядок доабортного психологического консультирования. Это единая анкета пациенток, желающих прервать беременность, направленная на выявление причин аборта и мотивации на сохранение беременности. Информирование о существующих мерах соцподдержки, единые речевые модули общения акушера-гинеколога с пациенткой. После такого рода помощи треть обратившихся, чтобы сделать аборт, этого не совершают, рассказала Ирина Юдина. За сохранение жизни, пусть даже еще и не родившихся младенцев, активно выступает и Русская Православная Церковь. Священники категорически против прерывания беременности. В частности, как утверждает отец Александр, безопасные аборты априори таковыми являться не могут. Церковь никогда не может благословлять убийство. Здесь идет и подмена понятий. Вещь, которая сама по себе страшна, ее пытаются сделать ласковой и доброй. Каждый человек должен понимать, как это может быть безопасное вмешательство в такой процесс, который даже человеку не принадлежит. Потому что зарождение человеческой жизни – это не просто соитие мужчины и женщины. Это акт, который благословляется Богом. Понятно, что иерархи РПЦ в первую очередь говорят о моральном аспекте, когда женщина в силу каких-то социальных причин решается на страшный шаг. И от этого греха церковь старается ее уберечь. Так что здесь не идет речь о каких-то сложных медицинских случаях, когда нет иного выбора. Священнослужители и православные активисты помогают тем, кого можно и нужно спасать. С этой целью в Твери 6 июля 2023 года на базе Тверской и Кашинской епархий по инициативе губернатора Тверской области Игоря Руденя начал работу Тверской дом для мам. Здесь готовы помочь и помогают женщинам с тяжелой жизненной ситуацией и кризисным беременным. Если они приняли решение сохранить беременность, но родные не принимают этого, то какое-то время пожить. У нас работает с ним психолог. Параллельно будет вестись работа с родственниками. Вот тоже опыт такой у нас есть работы, когда родственники сначала не принимали, а потом принимали и были очень рады, счастливы. Приходили, благодарили, что мы вовремя встретились на их пути. Но это очень важно подставить женщине плечо в нужную минуту. Поэтому женщинам всегда рекомендуют подумать сердцем, а о помощи плечо всегда найдется. Ведь отказ от аборта – это билет в будущее, и теплая радость материнства точно лучше тяжелого греха.